У меня, например, когда мы начинали, было такое, ну, я лично так думала, что вот потом будет легче, вот сейчас у меня 24 на 7, я постоянно об этом думаю, об этом всем участвую, а потом будут какие-то, ну, мы, допустим, начинали вдвоем, у нас один был только сотрудник, а сейчас и гораздо больше, и мне казалось, что вот с приходом каждого нового человека у меня будет освобождаться свободное время для каких-то хобби, увлечений, путешествий, там, просто, там, не знаю, ничего, вот просто не будем ничего делать, но у меня, например, получилось наоборот, что каждый новый день, каждый новый год, он наоборот не усложняет, ну, как бы не упрощает, а усложняет все, весь процесс, потому что какой-то масштаб, который новый мы приобретаем, он дает силы думать, что мы можем еще что-то, мы можем еще больше, то есть не просто, ну, скажем, если мы начинали просто был магазин, и была идея вот в том, что мы сейчас будем одевать мужчин в красивую одежду, то сейчас это переросло совершенно уже в другое, как бы другое представление о наших целях и задачах, ну, поэтому вот для меня нет свободного времени, когда я не думаю о том, ну, не думаю о истории, то есть даже когда, ну, кажется, что вот наступил вечер, и там мы где-то можем отдохнуть, расслабиться, вдруг в связи какого-то, не знаю, смотрим фильм, случайно что-то увидели, и тут же рождается мысль, как можно что-то еще сделать, ну, вот не то, чтобы как ты подсмотрел какую-то идею, а просто она вот вдруг появляется, давай попробуем, сделаем вот это, вот это, вот это, и так с какого-то там просмотра вечером фильма появляется, новый заряжается какой-то бизнес-процесс. Ну, наверное, я не разграничиваю там типа бизнес или личное время какое-то свободное, для меня то, что мы делаем, наше дело, оно как бы и есть на моменте сейчас, в нашей жизни, то есть мы и как бы с семьей вместе, то есть мы ведем бизнес вместе, то есть и все вот эти дела по бизнесу, они как-то очень интегрированы в нашу жизнь, то есть мы и с ребенком, когда вместе, тоже занимаемся какими-то делами по бизнесу, и, ну, то есть, да, наверное, это 24 часа, то есть, но это не доставляет какого-то дискомфорта, то есть ты не думаешь о том, что вот сейчас я здесь все закончу и освобожусь от работы, то есть нет такого ощущения, что ты должен от работы освободиться, она как бы вот находится как бы постоянно с тобой, и ты постоянно находишься вместе с тобой, то есть, да, какое-то такое ощущение, что 24 часа, но это не дискомфортно, то есть ты всегда как-то делаешь то, что должен, делаешь какие-то задачи, постоянно решаешь какие-то новые задачи, ну, это интересно. Почему мужская одежда? Потому что, в принципе, когда я всю жизнь занимался мужской одеждой, то есть раньше это был чуть больше, там, спортивный стиль, но все-таки мне ближе какой-то контерматизм и классика. И в какой-то определенный момент мы начали двигаться в этом направлении, я начал общаться с людьми, узнавать, как это можно сделать, что можно сделать. И на момент того, как у нас это появилось, мы были, наверное, первым белорусским брендом, который запустил, как бы, ну, такую линию мужской одежды, там, типа, от обуви, заканчивая, там, пальто, то есть, где мужчина мог прийти и собрать для себя полностью лук, не ходя по магазинам, где в одном магазине было представлено все, что нужно мужчине для того, чтобы хорошо выглядеть. Иногда так бизнес складывается, что ты можешь работать и сам в магазине продавцом тем же. В принципе, мы тоже с этого начинали, без этого не обошлось, то есть мы очень много времени проводили как продавцы, в том числе. Вот, когда мы начали набирать персонал, то есть это тоже был определенный этап, и он был для нас сложный, потому что у нас не было опыта в подпоре персонала, в управлении персоналом, и мы прошли это прям вот, как это, с азов, с низов, и, как нам кажется, у нас, ну, начало немножко получаться. Хотя ту модель, которую мы выстраиваем и пытаемся, как бы, ее выстроить, она все-таки основана на каких-то человеческих отношениях. Как нам кажется, это правильно общаться с нашими консультантами, как с людьми, вникать в их какие-то проблемы, сложности, пытаться их решать, в том числе, но, как это, наш опыт, он не всегда такой положительный, и очень часто, как бы, это играет, скорее, больше даже отрицательную роль. То есть многие, и управленцы, в том числе, нам говорят о том, что, ну, все-таки с персоналом нужно выстраивать линию поведения, которая основана на тех же там скриптах, на каких-то правилах, поощрениях и взысканиях. Вот. Ну, то есть и на второй план оставлять какой-то человеческий фактор. Ну, на момент пока мы все-таки пытаемся человеческий фактор из отношений не убирать. Наша жизнь проходит у них слишком на виду, и вот эта вот, как бы, интегрированность, получается, работы в нашу семью нам не дает возможности абстрагироваться вот от них, как от людей, ну, как бы, а не как от какой-то функциональной единицы. И вот, наверное, ну, как бы, я полагаю, что или должно стать очень много сотрудников, и должен появиться какой-то человек, который будет между нами. Сейчас каждый раз, когда кто-то приходит новый, нам кажется, ну, вот все, вот он там, не знаю, там, пятый, седьмой, десятый, там, двенадцатый человек. Наверное, вот мы достигли какого-то масштаба. Допустим, был один магазин, мы ездили в один магазин каждый день. Открыли два магазина, мы там могли какой-то магазин пропустить день. Открыли третий магазин. Ну, соответственно, не всегда мы успеваем каждый день приехать в каждый магазин. Может, там, какого-то сотрудника по графику даже, ну, не так часто видеть. И вот, ну, мне казалось, что, ну, вот наступит какой-то момент, когда вот этот вот, ну, просто отстроится такая вот система, мы, не знаю, проведем какие-нибудь тренинги, мы все поймем, у нас будут стандарты, и мы вот так вот будем прям менять Петю на Васю, Олю на Колю, и все, как бы, будет четко работать. Но мне кажется, вот, по осмыслению, что пока в ближайшее время у нас это не произойдет, а пока мы, пока вот у нас каждый наш сотрудник, мы его вот воспринимаем, ну, как бы, очень по-человечески. Вникая в его проблемы, сложности, трудности и, как бы, таким образом. Ты должен иметь возможность показать свой продукт. Каким образом ты его покажешь, таким образом он и, ну, такой вот, будет иметь свое развитие. Потому что, если, например, ну, должен быть, я не знаю, какой-то, если не шоурум, то есть я понимаю, что, ну, сказать, давайте, начиная шить, открой себе большой магазин, а лучше сразу с ателье, нет. Но есть очень много, допустим, магазинов, которые, ну, продают там те же дизайнерские коллекции, они предлагают какой-то корнер, да, поставить. То есть лучше, конечно, вот о таких всех моментах, ну, как-то позаботиться. И нужно еще понимать, что, как бы, не будет второго шанса. То есть нельзя так проскочить, что, типа, давай мы первую коллекцию сошьем из целлофана, а, как бы, потом мы накопим денег и, там, следующую сошьем из классной ткани. Вот. Если ты первые какие-то свои, ну, если ты показал, как бы, свой продукт сразу, там, как, ну, допустим, низкого качества, очень трудно будет второй раз не приобретая еще, там, какой-то имени, известности, и, там, ну, попробуй доказать своему покупателю, что ты можешь другое. Найди таких людей, которые расскажут про твой продукт. А искать этих людей нужно в той ценовой аудитории, которой ты хочешь свой продукт продавать. То есть, ну, условно говоря, да, есть там и в аккаунтах, там, каких-нибудь звезд реклама, но нужна ли тебе, там, допустим, реклама в этом каком-нибудь, там, лакшери аккаунте. Если, например, условно говоря, ты, может быть, даже не в Минске, к примеру, живешь, живешь в каком-то, ну, допустим, там, взять Полоцк. Я уверена, что среди, там, допустим, местных жителей есть какие-то люди, которые популярны. Скажем, эта реклама будет стоить дешевле для, ну, для тебя, для начинающего человека, это будет иметь значение. Плюс ты очень классно попадешь именно в свою целевую аудиторию, если ты, например, вот, ну, хочешь это сделать, ну, в каком-то, там, допустим, конкретном белорусском городе. Что просто звучит, но очень сложно, это все-таки вот выбор ниши, там, и определение своего продукта. То есть, и какое-то определенное позиционирование его на рынке. То есть, у меня идея была еще, когда я учился в институте, там, сделать свой бренд. Ну, то есть, и мы даже собирались с друзьями и рассуждали на эту тему. И на момент сейчас, я вспоминаю те дни, и это было, ну, вот, несколько по-детски. Мы даже собирались прорисовывать какие-то модели, привлекать какое-то ателье по шиву и заниматься закупкой тканей. То есть, по сути, как бы, ну, это можно было выстроить еще в те времена. Единственное, что, как бы, как любой стартап, мы столкнулись с тем, что у нас не было каких-то средств для того, чтобы начать реализовывать эти идеи. Нужно правильно считать, правильно понимать, какие деньги, как бы, ты готов вкладывать в свое дело. И, как бы, что ты видишь за этими деньгами. Потому что, ну, вот, я смотрю, как бы, многие молодые люди имеют какие-то небольшие накопления, и они хотят их вложить в какой-то бизнес. И для того, чтобы, ну, как бы, ну, конечно, для того, чтобы они быстро отбились и принесли какие-то дивиденды. В моем случае у меня, да, были какие-то определенные деньги, но поскольку я бренд начал развивать и заниматься этим уже, скажем так, сформировав какой-то определенный капитал, и у меня за плечами уже был опыт работы, как это, с магазином. И это мне большое подспорье дало к формированию вот бренда как такового. Я уже, я уже видел и понимал, что я хочу, и какой объем я смогу сделать, и что это мне даст. То есть, я видел уже определенное развитие. То есть, конечно, как в любом бизнесе, ну, существовали риски, они, ну, они есть везде в любом бизнесе. Поэтому, ну, как бы, риски – это неотъемлемая часть бизнеса. Маркетинг меняется, наверное, вместе с рынком. То есть, как Саша говорила о лидерах мнения, если раньше это работало, допустим, вот прям 100%, то сейчас с этим сложнее. То есть, развиваются и лидеры мнения, в том числе, они не стоят на месте, их становится больше, они развиваются, они, как бы, уходят в какие-то разные направления. То есть, важно найти именно того, ну, если мы говорим конкретно о лидере мнения, важно найти того, кто твой бизнес сможет продвинуть, чья аудитория будет интересна для тебя и для твоего продукта, чья аудитория сможет покупать твой продукт, как вот Саша говорил, опять же, это и ценовой сегмент надо понимать, и возрастной сегмент надо понимать. очень многие моменты, то есть, ну и, скажем, в маркетинге, ну, вот для нас было важно, как и, наверное, для любого стартапа, продвигать бизнес с минимальными вложениями в маркетинг. Ну, то, о чем я говорил, что не надо забрасывать прям деньги, потому что они, как бы, очень быстро могут закончиться и просто не принести ничего. Такое тоже очень часто бывает, когда ты, вроде, пытаешься через какой-то канал продвигаться, а он, ровным счетом, тебе ничего не приносит совершенно. Место немаловажно, но, как бы, эта площадка, она должна соответствовать уровню твоего продукта. Это твое лицо, это лицо, как бы, твоего продукта, твоего товара, и оно должно выглядеть ровно настолько, за сколько хочешь продавать свой продукт. Ниша, продукт, твоя аудитория, лицо твое, это твоя площадка и маркетинг. То есть, вот эти все моменты, они связаны, то есть, им нужно уделять внимание, то есть, это вот первое, чего, как бы, бизнес может начать расти. Ну, дальше уже он обрастает, там, всякими бизнес-процессами, углубление, вот, во все эти детали, когда ты уже выстраиваешь свой бизнес с точки зрения правильных механизмов работы. Вот, это, как бы, можно сделать не сразу. Опыта у нас, понятно, что никакого не было, и мы решили поехать на выставку в Москву. Значит, может, не ту выставку выбрали. Мы решили поехать, есть такая у них выставка свадебная, она у них два раза в год проходит, там, свадебные платья, костюмы, услуги какие-то. И два дня она работает для оптовых покупателей, и потом один день она работает для розницы. Было очень тяжело, ну, во-первых, все собрать, отвезти, дистанционно запланировать, каким будет образом выглядеть стенд. Ну, чтобы это не было так, как вот, ну, как дешевый такой какой-то павильот, чтобы это все выглядело, там, красиво, достаточно объемно. Мы там какие-то полочки, подставочки возили, roll-up, ну, в общем, все, значит, укомплектовали этот стенд. И, как бы, чтобы понимать, простояли мы там три дня, и мы вообще не продали ни одну, ну, ничего, ни одной... Не, мы продали несколько костюмов в рознице. Да, уже потом просто, ну, когда вот стал ходить розничный покупатель, мы уже просто тут скрепили все свои, там, волю в кулак, и такие, типа, ну, давай хотя бы там розницу, как бы отобьем затраты. Ну, понятно, что выставки московские, они очень дорогие, и никаких затрат ты там этих не отобьешь. Ну, хоть как-то, хоть что-то. А то же, значит, мы сначала хотели поехать, ну, вроде как взять кого-то из наших консультантов, потом мы поняли, что надо очень много всего везти, и в машину уже не влазит консультант, и мы там уже даже думали, что я уже не влезла в эту машину, но как бы влезла. Вот. Мы сидели, причем, я помню, у меня такое было даже разочарование в том, что мы, значит, еще позаботились, мы же с Белоруссией, мы купили какие-то белорусские конфеты, там, значит, накрыли, какой у нас был столик, как вот, какие мечтали, как мы будем, значит, рассказывать и подкреплять это все, значит, белорусской конфеткой. И вот последний день мы сидим, у нас куча этих конфеток осталось, буклетов, визиток, всего-всего. Вот это было, наверное, ну, как бы такое... Мы еще сняли отель, который находится близко возле ВДНХ, то есть мы полностью замкнулись вот в этом вот процессе. Иногда еще бывает, ну, как вот там, отвлекся куда-то там, дорогу, отвлекся на какой-то там поход, не знаю, погулял по Москве. У нас было вот четко такая бизнес-производитель, поездка, ни шага в сторону, там никаких там, никаких... Вот только, значит, так. И мы сидим, такие, ну вот, съездили. И Москву не посмотрели, и себя не пойми, не пойми куда, как показали. Ну, вот это был, конечно, такой... Ну, это была, естественно, ошибка. Потом, как бы, ну, уже сейчас, точнее, мы когда анализируем, ну, что, во-первых, возможно, что мы поехали не на ту выставку, а во-вторых, мы столкнулись... Ну, а дальше вот то, что я говорю, что любая, как бы, ошибка, она, ну, как бы, в конце концов, она еще и... ну, дает прогресс. То есть, например, нам... Ну, когда я поняла, ну, в принципе, я через день поняла, что так будет. Как бы, уже второй день обычно... Ну, ты все равно ждешь до последнего, чтобы произойдет чудо, и к тебе выстроится очередь, и скажут, давайте мы будем открывать все ваши магазины по всей России, там, и Польше, и Украине. Вот. Ну, как бы, уже когда понимаешь, что это не происходит, мы просто... Я говорила, Артем, давай внимательно слушай, что он нас спрашивает. Ну, то есть, если нам задают какой-то вопрос, мы, например, не будем, не знаем на него ответ, или мы не можем, ну, как бы, сказать да, вот, да, у нас нет утвердительного для них решения, мы, по крайней мере, будем готовы к следующему... Ну, шагу. К следующему шагу. А там, у нас с нами разговаривали из Казахстана. То есть, мы как раз-таки, да, поймем, что мы делаем не так, что нам надо предложить, для того, чтобы, как бы, это дело пошло несколько иначе. Начиная свое дело, нужно быть готовым к тому, что придется очень много работать. И будут какие-то соблазны, будут длинные майские выходные, на которые все будут уезжать за город и так далее. Вот. Но, особенно, в первые годы все это придется оставить, потому что должна быть одна цель, к которой нужно идти. вот. Это такой, один из важных советов для начинающих. Не стоит, как мне кажется, ориентироваться в первую очередь на какие-то прибыли и деньги. То есть, нужно делать сначала тот продукт с душой, и деньги придут постепенно. то есть, сразу быстрых денег не бывает. Это тоже надо понимать. Для начала нужно не стесняться попросить совет у кого-то более опытного. В каком-то, может быть, это быть не прямо в той модели, там, в том направлении, в котором вы хотите работать, но где-то не стесняться попросить помощи. она может оказаться очень своевременной и очень важной и нужной. Важно, когда даешь обещания своим партнерам, своим покупателям ни в коем случае никогда не подводить и не обманывать, чего бы тебе это не стоило. Даже если это в какой-то мере приведет к убыткам, даже лучше взять их на себя, но не подвести своих партнеров и ни в коем случае не обмануться. Очень важно с вниманием отнестись к команде, в которой вы собираетесь работать. И как бы это не было сложно, если вы видите, что человек, ну, что вы с ним не сработались, не бойтесь, вы всегда найдете нужного человека, оставайтесь с теми людьми, которые не ваши, как можно скорее. Вы можете просто брать красивые примеры где-то в ваших путешествиях и внедрять их в жизнь, реализовывать эти же проекты, но уже у себя в городе. Просто сделайте лучше всех. Продолжение следует...